Приветствую вас, друзья! Недоброго вам дня, не другим. Про Кончаловского один нюанс. Вы знаете, Андрей Сергеевич так блистательно и легко в мемуарах рассказывает о своих постельных приключениях, что я думал, он готов об этом говорить и в прямом эфире. Но у меня ощущение, что моему собеседнику было некомфортно, честно говоря, мне тоже. Я объясню, в чем дело. Был такой проект «Правда-24», он шел в прямом эфире, как я уже сказал, и финишировали мы следующим образом. Эта придумка была продюсеров с подачи Гоши Куценко, у которого был проект «Игра в правду». Мы играли в правду, то есть вопросы задавал не я, а их как бы выбирал сам собеседник. То есть он вытягивал карточку, на которой был записан тот или иной вопрос, и на красной карточке были записаны, так сказать, неудобные, скажем так, вопросы. Достался такой вот и моему собеседнику. Еще один нюанс, там упоминается «Тихушник», это сюжет в том же интервью, ссылка есть в описании. Нет! Белая. Белая. Но раз вы сказали, что красная, то поскольку белая – свободный вопрос, вообще без вопросов, я предлагаю вам выбрать красную. О, это просто вот вопрос для Кончаловского. А для тебя? Занимались мы сексом вне дома и где? Да. Ну, во-первых, занимался, а во-вторых, так много мест, что я не помню. Ладно, хорошо, на сцене не приходилось никогда заниматься? Да ты что? Нет, а почему в, допустим, необязательно же я имею в виду на сцене, а вот на сцене я имею в виду в мебельном аспекте, нет? Нет. Ну, когда попустой тянет. Я человек в этом смысле. Нет, ну, в закрытии помещениях. «Тихушник», как сказал Никита Сергеевич. Надо посмотреть украшение Строфилла на итальянском языке. На титры надо не смотреть, потому что вещь-то гениальная по-любому, потому что это вещь Кочаловского. Кочаловский гений. Нет, нет, сомнений. Спасибо вам. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».